По итогам круглого стола, который прошел в июне месяце, сегодня учтены пожелания и общественность смогла присутствовать, побывать на наших объектах, посмотреть рекультивацию, посмотреть нефтешламовую переработку, установку, посмотреть объекты, где прошла уже рекультивация, где уже выросла трава. Есть еще, конечно, вопросы, которые необходимо решать по сегодняшнему круглому столу. Есть вопросы, которые, наверное, следует еще доработать, рассмотреть в дальнейшем на следующей встрече нашей с общественностью. Ну и я думаю, что диалог, в общем-то, состоялся. Конечно, есть какие-то несогласованности, но это все в процессе решения. Ну, эту встречу я ждал, потому что это как продолжение этого диалога, которое намечалось с нефтяными компаниями, совместно с администрацией города. Но итогом я не удовлетворен. В первую очередь, потому что жители нашего села интересовалась в первую очередь судьба северо-япадской скважины номер два. Как сегодня мы поняли, в разговоре работы там ведутся, то есть бурение продолжается, и демонтажа не ожидается. Вместо этого нам предложили приезд той комиссии, которая проводила экспертизу по строительству этой скважины в селе Шале-Бош. Но это уже ничего не поменяет. Поэтому я думаю, что создан прецедент ставить буровые в любом месте, при любом раскладе. И я думаю, что вот этого авторитет, наверное, нефтяных компаний упадет в глазах местных жителей еще больше. То, что они делают, какую помощь они оказывают местному населению, это, конечно, положительный момент. Но вот такой оборот событий, вот тот негатив, который несут, это перечеркивает все положительные моменты. Что делать дальше? Ну, я надеюсь, руки еще не опустятся. Будем, надеюсь, будем работать дальше. И надеюсь, все-таки нас будут слушать больше и прислушиваться к нашему мнению, потому что нам здесь жить, много жить. И хотелось бы, чтобы судьба жителей и населенных пунктов, которые находятся по реке Печором, в том числе по реке Уса, была более-менее завидной. Насколько продуктивно собрание, оно ведь у каждого свое мнение по этому поводу. Я скажу, что вот мы, наверное, очень правильно сделали, что начались в практике. То есть мы выходили на место, значит, на промыслы, посмотрели, как это все происходит, как все это работает, посмотрели на те новые технологии, которые сегодня внедряются на производстве. Была возможность сегодня, в общем-то, у представителей поселения задать вопросы, может быть, порой даже не совсем удобные, вот непосредственно тем нефтяникам, которые производят добычу нефти на территории Усинского района. Ну, а меня лично, как руководителя района, мне, наверное, очень важно то, что состоялся вот такой диалог. И, как мы видим, очень такой оживленный диалог. Ну, и я, наверное, скажу, что есть такие позитивные вещи. Вот то, что сегодня компания «Лукойл» готова приехать сегодня с жителем села и довести до них именно о тех перспективах, вот той «Буровой», второй, которая сегодня там является таким вот предметом для раздора, да, там сегодня жителей и нефтяников. Я думаю, что если они обоснуют свой тот технологический процесс, который они будут использовать в добыче нефти, то, что он сегодня, естественно, экологически чист, вот, и убедят жителей, я думаю, что это будет, наверное, вот тем самым основным позитивным моментом, вынесенным из этого зала. Я думаю, все-таки диалог не состоялся, хотя была попытка сделать этот диалог, а диалог он прежде всего равность сторон показывает, а равности сторон не было, потому что любой вопрос обсуждаемый касался голосования, а когда речь шла о голосовании, то было 4,25, то есть как в «Спортлото», 5 на 30, 6 на 30 и так далее. Поэтому это бесполезный разговор, ежели не будут учтены наши предложения, во-первых, по увеличению тех людей, активистов со стороны населения, населенных пунктов Усинска, ну и во-вторых, мы будем настаивать на том, чтобы глупый принцип «все только из Усинска», а комитет спасения Печоры не наш. Вот это самый глупый принцип, который надо преодолеть. В комитете спасения Печоры люди болеющие за не просто Усинский район, но в том числе и за всю Печору. И нефть-то плывет не только в Усинском районе, но подплывает к нам. И поэтому, если я с Ижмы, и меня туда не могут включить, потому что нарушают принцип, то я не знаю, какой это принцип. Это беспринципность. Потому что нефть течет к нам, и мы страдаем, может быть, больше, чем даже Усинские. Вот итоги. И я лично буду хорошо думать, как быть дальше, стоит ли продолжать такой диалог, который всегда с перевесом в одну сторону.